Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Джон Фрэнсис Мёрфи «Грозовой день» 1887 год, холст масла 45 на 65. Джон Фрэнсис Мёрфи – американский пейзажист-самоучка. Первая выставка его работ составилась в 1876 году в Национальной академии дизайна. В 1901 году Мастер стал членом общества американских художников и общества американских аквальеристов. Больше всего Мёрфи занимали проблемы передачи в живописи света и воздуха. Критики характеризовали его полотна эпитетами изысканности, шарм, поэтическое настроение, красота поверхности. Композиции просты и понятны. Мастер предпочитал писать спокойно в состоянии природы. Это справедливо для большинства его работ. Однако были исключения. Круплинская картина – это одно из них. На ней запечатлен тревожный предгрозовой пейзаж. Автор очень тонко передал атмосферу и композиции, и цветовой гаммы. Стиль Мёрфи определяет как американский тонализм – течение, возникшее в национальной живописи в 1880-е годы. Название связано с главной особенностью. В картинах преобладает какой-то один тон. Он доминирует и издает особенное настроение. В основном это были пейзажи. Истоки движения восходят к ландшафтной живописи Барбизонской школы с ее сочетанием реализма и тенденцией к импрессионистской живописи. Постепенно тонализм был вытеснен импрессионизмом и примерно к 1915 году сошел на небо. Вот такое описание к работе Джона Фрэнсиса Мёрфи. «Грозовой день», 1887 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok